Пусть Новый год 2016-й проходит без изъяна. Все получаться будет ловко, как у обезьяны. Среди снежных фигур на стадионе сегодня всего один символ наступающего года. Возведение Редяного городка силами школьников и учителей стало для Тимирта уже традиционным. В этом году участие принимают 21 школа. Всего построили 16 фигур. Однако по заданию объект нужно не только построить, но и презентовать конкурсной комиссии. Фигуры в виде дамбры представляют подзвуки самого инструмента. На площади у стадиона сегодня можно встретить и сову, и байтирек, и ханшатыр. Национальная тема оказалась самой популярной. Однако не обошли вниманием участники юбилея Великой Победы. Из фигур в виде танков можно сформировать маленькую ледяную дивизию. По замыслу отдела образования организаторов конкурса Тематика сказочного городка – Новый год и 550-летие казахского ханства. Поэтому фигуру хана Абылая сегодня можно увидеть в нескольких вариантах. Вот стоит аул из Юрт, рядом есть траву верблюд. И глядит издалека, сквозь минувшие века, гордый властный Аблайхан на свободный Казахстан. Несмотря на мокрый снег и порывистый ветер, школьники крепко держат в руках бумажки с праздничными текстовками. Жюри предстоит сделать сложный выбор – присудить три третьих, два вторых и одно первое место. Главные критерии, конечно же, внешняя красота объекта и профессионализм исполнения. Многие представляют из себя не просто отдельно взятую фигуру, а именно композицию, состоящую из множества фигур. Поэтому я думаю, что жюри и возьмет за основу именно, может быть, сложность исполнения. После совещания конкурсная комиссия решила присудить третье место школам номер 23, 27 и 10. Второе место делят вторая и восьмая школы. Все участники получили благодарственные письма и книги о Тимиртау. Ну а создатели самой празднично-патриотичной фигуры наградили 8 тысячами тенге. Гром аплодисментов, первое место занимает школа номер 4. Мы приглашаем представителей. Четвертая школа получает первый приз конкурса уже второй год подряд. Макет «Победная фигура» создала учительница рисования, а воздвигли его силами преподаватели технологии и физкультуры. Директор уверен, что секрет победы – творческий коллектив. Призовой конверт решили направить на благо школы. Я думаю, что мы возьмем в школе что-нибудь ценное, потому что это будет для детей и для учителей. Представители Акимата пообещали в будущем году больше внимания уделить этому мероприятию. Светлана Лебедева, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.